В Красноярском крае с питомника выпустили 50 крупных моралов. Таким видео поделилось Министерство природы. На кадрах видно, как сначала олени осторожничают, но как только первый из них выходит из загона, остальные начинают следовать за ним. Известно, что моралы росли в питомнике Балахтинского района до определенного возраста. Причем этот выпуск самый крупный за все время существования питомника. Как рассказали специалисты, это необходимо, чтобы восстановить популяцию моралов. С 2012 года они попали в Красную книгу нашего региона. А с 2014 года у нас родилось больше 200 детенышей. Сейчас их возвращают в природу небольшими партиями, а эксперты продолжают наблюдать за ними в условиях естественной среды обитания. Но пока в одной части России животных спасают, в другой наблюдают за массовой гибелью порнокопытных. Так, на севере Камчатки погибли сотни оленей. Сначала об этом сообщили местные жители. Один из очевидцев снял на видео разбросанные туши. Автор ролика насчитал около 300 мертвых животных. При этом глава села, где нашли мертвых оленей, усомнился в подлинности видео. Однако практически сразу информацию о массовой гибели подтвердили в региональном правительстве. Там рассказали, что, скорее всего, олени погибли из-за бескормицы. Дело в том, что из-за оттепели на местности образовалась ледяная корка, и через нее животные не смогли добраться до корма. Сейчас оставшиеся стадо ищут специалисты. А прокуратура начала проверку. В России продолжается мусорная реформа. Вице-премьер Виктория Абрамченко одобрила дорожную карту по утилизации отходов. Это значит, что в ближайшее время Министерство природы, торговли и экономического развития, а также Росприроднадзор должны предложить систему, как именно собирать и утилизировать твердые отходы. Причем эта система должна привести к тому, что к 2030 году объем этих отходов сократится в два раза. Также в документе прописано, что торговые сети должны пересмотреть стандарты упаковки товаров и сделать ее экологичной для утилизации. Однако, как заявляют специалисты, пока никаких стандартов этой упаковки нет. Абрамченко, в свою очередь, заметила, что к лету в регионе направят рекомендации, чтобы к осени этого года компании начали изготавливать экологичные упаковки. Красноярск не попал в зону повышенного загрязнения воздуха. Наш город расположился на 15-й строчке с загрязнением 9 мкг на кубический метр. Это данные экологической партии «Зеленый» за 26 апреля-2 мая. В оранжевую зону вошли 9 городов. Первое место в рейтинге загрязнений занял Минусинск, на втором оказался Кемерово, а третью позицию занял Канск. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 3 по 6 мая оказались центральный и железнодорожный, а самыми чистыми стали Ленинский и Свердловский районы. На этом все. Вы смотрели Эконовости на ТВК. Увидимся!